Здравствуйте, меня зовут Михайлова Наталья Геннадьевна. Это мой сын Михайлов Денис, ему 8 лет. Мы приехали сюда благодаря фонду Неополимой Купиной. Директор фонда Ирина нас пригласила. Мы в фонд обратились еще весной, наверное, но, скажем так, через одну знакомую. И вот сейчас Ирина нас пригласила к доктору, который прилетел из Греции. Ну, расскажу немножко о своем сыне. Дениска родился в 2009 году, 31 июля. Он родился с порохом, непроходимость кишечника. В первые полгода жизни было проведено 4 операции на кишечнике. В общем, после второй операции был у него отек мозга, который повлиял в дальнейшем на наше развитие. То есть на отставание в развитии. А после четвертой операции, это в полгода, он перестал держать голову и появился гипертонус. До года мы не лечились нигде в таких центрах, только у себя в больнице в городской, в Ишкар-Але. Вот в год поставили диагноз ДЦП, ну и дали инвалидность. До 4-х лет мы наблюдались у себя. Мы никуда не ездили, я ничего не знала, врачи ничего не говорили, что где делать можно, какие у нас возможности есть. Узнала все через интернет случайно, что есть у нас очень много центров различных. Начала искать для нас центр. Нашла сахуру, где мы были три раза, были в добрых руках в Казани. Ну, в общем, результаты были положительные. То есть ребенок начал ползать на четвереньках, а до этого только по пластунски ползал. Речь пошла немножко. Ну и вообще состояние его улучшилось. Вот на данный момент ему 8 лет, он умеет ползать на четвереньках. У него идет речь, то есть мы учимся в школе, параллельно ходим к логопеду, к психологу, делаем нейрокоррекцию. Конечно же, он отстает в развитии от своих сверстников. Но будем надеяться, что результаты будут нас радовать. На данный момент меня больше всего волнует и голеностоп, и тазобедренный, и таз, который у нас идет перекос. А голеностоп практически там не работает. И я вот очень надеюсь на доктора. Жду решения, вот честно. Не знаю, что делать, но жду решения насчет операции. Делать нам, не делать, стоит, не стоит. Именно на голеностопе. А так, ну и конечно же, каждая мама, имеющая ребенок в ДСП, хочется, чтобы ребенок начал ходить, рано или поздно. Ну, или хотя бы как-то передвигаться самостоятельно. Как и заводки еще можно? Ну и конечно же. Ну и конечно же. Ну и конечно же. Помогать в трёх местах, по докторам, задние бедренные мышцы, ахилловые сухожилия, для того, чтобы пятка опустилась вверх, для того, чтобы нога не уходила внутрь и не была. Дальше, руки, и его походка, это уже самая последняя. Много людей живут свою жизнь без пара, без ходьбы, но они пользовались вверх, и у них было мышление на нужном уровне. И мы не смотрим на это, а смотрим на то, что главное для ребенка. Поэтому мы не оперируем многие, что-то делают, чтобы делать такси в школе. То ребенок должен идти назад, отходить назад, потому что будут видны все его слабые места. Сейчас его держат. В первые четыре-шесть месяцев. Но это невозможно не провести эти оперативные мышцы. Потому что по-другому он не сможет продвигаться в период. Если вы увидите, что что-то не так, они не могут расстраиваться. Я вам приведу пример. И это так, что мы должны перейти. И мы должны перепрыгнуть через дьявол. Для того, чтобы мы смогли, мы можем просто прыгнуть. Надо отойти назад. Взять его слабое и прыгнуть. Если этому ребенку провести операцию, он отойдет назад. Пока он не будет усилением всех мышц. Но только так он сможет прыгнуть. По-другому он хочет улучшаться и не встает. Все можно очень просто улучшить в лучшую сторону. И после операции, обязательно надо относить ортезо. Чтобы продолжить результаты.